к этим процессам может быть различна, что, собственно, мы сейчас с вами и посмотрим. Я здесь специально поставила пробел. Каждый день человек испытывает более, ну, как вы думаете, сколько вариантов, может быть, масса. Как правило, клиенты говорят различные цифры, но более трех тысяч мыслей в день негативных человек может испытывать. И это такая теоретическая основа, которая является, помогает клиентам в моей практике понимать, что дело не в негативных мыслях, в отличие от CVT-подхода. Дело не в количестве или не в наличии негативных мыслей. Негативные мысли есть у всех, они всегда будут. Надо научиться жить с ними буквально, с этими мыслями. О чем говорит MCT? MCT говорит о том, что у людей с различным видом расстройств формируется неправильная, ну, токсичная, назовем это так, реакция на метакогнитивные мысли. И это и будет определенным метакогнициями. Еще одно очень важное такое отличие, что метакогнитивная терапия базируется на подходе об изначальном искаженном типе мышления. То есть, если мы говорим о CBT, то это более терапия фактами. И когда мы говорим о MCT, это больше процессуальная терапия. Но то есть мы работаем непосредственно с типом мышления клиента. Мы не берем определенный вид реагирования, мы берем все мышление. И в данном случае, если мы берем классическую модель ABC, то A, как активирующее событие, в MCT будет внутренним событием. То бишь, что это значит? Это значит, что внутренним событием может служить определенная мысль, определенное убеждение, которое будет мешать. И будет создавать те патогенные неприятные реакции, с которыми и приходят как раз клиенты. И дело как раз не в том, что человек думает. Ведь еще раз повторюсь, негативные мысли есть у всех, и их ни одна, ни две за целый день. А о том, как он думает и как он реагирует на мысль. Это, собственно, и является объектом терапии, который и поддается изменению. Да, как я уже сказала, изначально было не то... Мне сейчас как-то сложно немного открывать. Ну, вот так будем. Здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Дело не в том, что человек думает, так как. Я уже сказала, что изначально где-то в 40-е, 50-е годы была особенно распространена в России метапедагогика. Было такое обширное исследование. Но сейчас можно говорить о том, что медскогницию уже можно наблюдать в возрасте 3 лет. То есть в возрасте 3 лет ребенок может понимать, как он запоминает. Запоминает ли он легко, или ему это дается тяжело. И это уже и будет некоторым метакогнитивным мышлением. Следующие два слайда будут немножко об историческом обосновании. И о том, что МСТ... Есть такое некоторое заблуждение ходит, что МСТ это какая-то довольно-таки свежая терапия, которая не так давно, там, около 10 лет. Нет, на самом деле исследования по МСТ идут уже около 30 лет. И начало отчета, там, безусловно, это где-то 80-е годы. Но такой пик исследований это 90-е, начало 2000-е. В 95-м году начался такой диалог Уэлса с CBT-терапевтами, где он начал изучать плюсы и минусы. Изначально он был КПТ-терапевтом. И потом только пришел к возникновению МСТ. Еще одна такая небольшая помарочка. Считается, что МСТ является таким направлением третьей волны CBT. Все-таки сам автор не приписывает себя, а немножко противопоставляет. Это важно на самом деле. Это позволяет понять разницу. Потому что разница действительно есть. Я как КПТ-терапевт, я очень люблю эту терапию. И я знаю, насколько она может быть продуктивной и эффективной, невероятно эффективной. Основной поток моих клиентов – это панические атаки, тревожнофобические расстройства, ОКР, депрессивные расстройства различного типа. Также я работаю с шизофренией в рамках МСТ-терапии. И я понимаю о том, что есть некоторые минусы. Я о них скажу чуть позже. Есть как плюсы, так и минусы в любой терапии. И это вопрос скорее гибкости терапевта. Чем большим количеством возможных техник ты владеешь и можешь их использовать, тем больший результат ты можешь получить в рамках терапевтической сессии. Но все это обязательно важно делать с умом, с определенной схемой и структурой. И в 1994 году Уэллс и Мэтьюс была создана информационно-процессуальная модель когнитивной регуляции, на которой как раз и основывалась уже дальнейший КАС. С КАСом мы с вами познакомимся чуть позже. Здесь тоже список исследований. Не знаю, будет ли рассылка презентации, но если кому-то очень сильно хочется получить именно исследование, чтобы глубоко поизучать, то я думаю, это можно устроить, чтобы вы смогли действительно удостовериться в том, что данная терапия имеет доказательную основу. Итак, если мы говорим все-таки о определении метакогниции и определении метакогниции Уэллса, это определенный вид мыслей, отвечающий за мониторинг, контроль, оценку процесса мышления, памяти и обучения. Ну и еще, кстати, внимание. Снова. То есть это мысли о мыслях. Это то, что мы знаем о наших мыслях. О том, как вообще, какие мысли у меня в голове, как я к ним отношусь, скачут ли они у меня как кони, либо наоборот у меня такая вязкость мышления. Мы сейчас не в психиатрических диагнозах говорим, а я там туго соображаю, очень часто говорят, да. И это будут определенные маркеры, которые терапевт может использовать в дальнейшей своей терапии. Кстати, они тоже здесь будут. Итак, мы разделим на два уровня нашу реальность, насколько мы можем это сделать. Есть определенный мета-уровень. Это как раз уровень мышления, мышления о мышлении. И есть уровень объектов. Ну, то бишь, это, например, какое значение придается опыту. Но что я думаю по поводу этих мыслей? Это уже будет мета-уровень. И наша задача как терапевтов – работать именно на мета-уровне. Исключительно как раз выходить на него. И там мы можем работать процессуально, ну, буквально работать с типом мышления. Итак, когнитивный синдром внимания. На самом деле, точного перевода в русском языке пока, к сожалению, нет, потому что нет перевода книги. Поэтому, ну, обычно так и называем КАС, но можно перевести там синдром повышенного внимания либо когнитивный синдром внимания. Как хотите, это не принципиально. Но у КАСа есть определенные составляющие. Вообще, что это такое? КАС как раз является причиной того, почему некоторые люди могут застревать на определенных мыслях, в определенных поведенческих состояниях и эмоциональных. И КАС, если по-простому, то это определенный тип мышления, у которого есть некоторые составляющие. Как правило, это беспокойство. Я называю это именно беспокойство, потому что это не тревога, а именно бесконечное беспокойство по поводу множества объектов. Это руминации, то есть повторяющиеся мысли о ситуации, которая вызвала, как правило, сильные отрицательные переживания, но не обязательно отрицательные, ведь порой мы возвращаемся в некоторые образы опять и опять, когда хотим испытать те позитивные эмоции или те ощущения и так далее. Это тоже будет являться частью КАСа. Определенная фиксация внимания, либо мониторинг. Я думаю, вы, как практикующий терапевт, не раз слышали от своих клиентов о том, что, ну, например, люди с паническим расстройством бесконечно мониторят себя на поиск тревоги. Они буквально встают утром и сканируют собственное тело. А есть ли у меня сейчас чего-то болит у меня или не болит? А есть ли у меня сейчас тревога или нет у меня сейчас тревоги? Буквально это как раз и будет вот этим самым мониторингом. Наша задача не является отказаться от него, запретить его, ведь это как с примером по поводу «перестань думать», да? Я думаю, вы приводите этот пример. «Перестань думать о белом медведе», либо «перестань думать о розовом кролике», и этот розовый кролик тут же появится, буквально расцветет в вашем образе. И, как правило, с такими метакогнициями уже приходит клиент. Он говорит о том, что я пытаюсь не думать об этом, а она, зараза, все лезет и лезет, и никак вот не получается мне перестать. Но здесь можно буквально сказать, что как только вы даете буквально запрет себе на эти мысли, вы представьте, что вы эти мысли помещаете в закрытую кастрюлю с дрожжами. Но буквально мыслей становится колоссально больше, они начинают свисти, создаются еще большие образы человек, и, естественно, рождается некоторое там, может родиться, может не родиться, паническая атака, но, как правило, она рождается. Более того, ибо когда человек сканирует туда-сюда в поиске тревоги, она уже есть, и он ее обязательно найдет. Поэтому это буквально хождение по кругу, и задача терапевта — вытащить клиента из этого круга. И неэффективные регуляторные стратегии поведения. Ну, то есть это способы поведения, техники определенные, которые человек использует для того, чтобы справиться с мыслями. Это могут быть различного рода избегания, это могут быть специальные переключения, лишь бы забыть и не встречаться с этими мыслями, с неприятными ощущениями. Все это будет определенным типом мышления, либо КАС, определенным таким синдромом внимания. У КАСа, это мы дальше тогда будем обсуждать, сразу тогда скажу, у КАСа есть как позитивные убеждения, так и негативные убеждения по поводу там собственного мышления. И дальше мы их разберем. У меня нет звука. Мария, вот Мария пишет, что у нее нет звука. Может быть, вы попробуете... А у остальных звук есть? Отпишитесь кто-нибудь? Анна пишет, Зорина есть. Есть. Значит, Мария, нужно что-то решать с вашей технической частью, возможно. Мы тогда пойдем дальше. Попробуйте... А, ну... Да, у нее же звука нет. Так, тогда вернемся дальше. Здесь еще несколько таких небольших посылов по поводу MCT. Нет смысла обращать внимание на внешние события и мысли о них. Действительно. Если в CBT мы говорим о значении этих событий для нас, мы говорим о доказательности мыслей, мы задаем буквально вопрос. Насколько, например, есть убеждение, что я плохой или я дурак, как хотите. И мы задаем вопрос в рамках CBT. Насколько ты веришь в эту мысль? И это будет, там, может быть, в процентном соотношении, может быть, как-то по-другому, как хотите. В MCT все строится не так. Зачем тебе нужно реагировать на эту мысль? Что реакция на эту мысль тебе дает? Внимание психотерапевта должно быть направлено на внутренние события. Действительно. Мы буквально обучаем клиента записывать свои внутренние события, если это все-таки необходимо. Но, как ни странно, в MCT практически вообще нет домашних заданий. Ну, то есть они не свойственны для MCT терапевтов. Не свойственны для MCT терапевтов. И более того, я сейчас, когда сама внедряю эту терапию в свою практику очень активно, я замечаю, что количество встреч сокращается еще больше. Если там в моей практике по поводу тревожнофобических расстройств, панических атак, мне нужно было от 8 до 12 встреч, чтобы купировать это, ну, например, когда человек имеет уже опыт 3-4 лет, да, когда он страдает паническими атаками и там тревожным расстройством, то здесь мне достаточно 4-5 встреч. Ну, вот это мое такое наблюдение, которое я заметила за своей работой, внедряя в данном случае эту терапию. Вернемся к нашему внутреннему событию. Действительно, мы воспринимаем, наша задача выявить внутреннее событие. Это, как правило, некоторая мысль. Это и будет внутренним событием, это и будет наше Эй, вот это, да, активирующее событие, как мы воспринимаем это в CBT. Переживание собственных мыслей – это и есть то внутреннее событие, как мы к ним относимся. Еще тоже, вот, может быть, вы тоже с этим столкнулись, когда проводится терапия с паническими расстройствами, тревожно-фобическими или депрессивными расстройствами тоже туда. Мы можем изучить всю схему КПТ, но в какой-то момент человек начинает буквально застревать. Он начинает бесконечно оценивать свои мысли на доказательность и никак не может выскочить из этой ловушки. У меня было таких несколько клиентов, с которыми мы застряли. И именно МСТ-терапия, ну, еще раз повторюсь, их всего несколько. В большинстве случаев CBT работает довольно успешно. Но в данном случае действительно мы смогли вырваться, ну, банально, зачем тебе нужно реагировать на эту мысль. Список вопросов, кстати, таких очень работающих МСТ-вопросов дальше будет. Итак, еще немножко по поводу сравнений. Если CBT – это о мыслях, то МСТ – это о веровании про мысли. То есть что мы верим об этих мыслях, что мы знаем вообще об этих мыслях. И не только о мыслях, это может быть знание внимания, памяти. Ой, да у меня память дрявая, я запоминаю все очень плохо. И насколько это убеждение помогает тебе реально запоминать. Или что ты знаешь там про свою память, или что ты знаешь о своих мыслях. Я знаю о том, что я не могу их контролировать, они могут нанести мне вред. Или они, мысли о суициде, могут подтолкнуть меня к суициду. И это как раз и будут вот эти метакогниции ядерные, с которыми и нужно будет работать. А то звук зависает, невозможно слушать. Я надеюсь, что запись будет, администраторы подскажут, будут ли записи. Ну, я надеюсь, да. Снова, CBT – это значение опыта, да. Говорим, а что для тебя это значило. И MCT – это значение мыслей. А что для тебя значит, что ты думаешь, что ты плохой. Это значит для меня, что я должен обязательно прямо здесь и сейчас избавиться от этой мысли. А вы помните, что каждый человек имеет 3000 негативных мыслей в день. И как вы думаете, что будет, если человек будет анализировать каждую из них? Ну, естественно, он ничем больше не будет заниматься, кроме как анализом своих негативных мыслей. CBT изучает доказательства мыслей, да, об этом мы уже говорили. MCT, в свою очередь, изучает процесс мышления и реагирования на негативные мысли. Да, помните, что MCT – это будет такая больше процессуальная терапия. Психотерапия MCT заключается в изменении реакции клиента на пациента на негативные мысли. То есть, нет задачи избавиться вообще от негативных мыслей, либо от негативных реакций, первичных, да, таких объективных. Наша задача – изменить отношение к ним. И в том числе отношение, допустим, к тревоге. Потому что приходит клиент, который говорит, я хочу на 100% избавиться от этой тревоги. Я хочу того, чтобы ее не было. Наша задача – поменять отношение. И это будет служить тем пусковым механизмом, потому что 100%, я думаю, вы знаете, тревогу брать нельзя, до этого и не нужно делать. Наша задача – перейти тревогу на продуктивный уровень, там, где она будет помогать клиенту, и там, где его мысли будут помогать ему. Например, эти мысли могут навредить мне, да, очень часто такое бывает. Допустим, это мысли о том, что я какая-то, например, могут встречаться с такими, с клиентами крайними религиозными, с таким крайним религиозным мышлением. Я думаю о том, что, я думаю об этом, и мне очень стыдно, я чувствую себя грязно, и могут быть такие высказывания. Тревога может случиться причиной остановки сердца. То же самое, я буду об этом думать, и от этого сердце мое остановится. Либо еще есть такое убеждение, я буду заставлять себя тревожиться, и мое сердце будет изнашиваться. И тоже очень так прямо любят такое говорить. Если у меня есть мысли о суициде, значит, я его совершу. Либо это могут быть, кстати, очень часто мамочки молодые, когда начинается, может быть, там, послеродовая депрессия. Я думаю о том, чтобы навредить ребенку. И я боюсь, что эти мысли станут реальностью. О, да, будет. Видите, как здорово. Ассоциация все для нас. Итак, идем к негативным и позитивным верованиям, да. Это как раз, это тоже КАСС. Помните, я об этом говорила. У нас есть негативные МСТ верования. Например, это отношение буквально. Эта тревога меня убьет. Или эти мысли... Я лишусь рассудка, если буду постоянно думать об этом. Эти мысли для меня слишком болезненны. Я могу сойти с ума, если я буду на этом концентрироваться бесконечно. Мне от этого очень больно и так далее. Это будут негативные МСТ верования, либо негативные КАСС. Более того, они по своей силе более такие влияющие, более влиятельные, нежели позитивные МСТ верования. Но они, кстати, тоже очень часто встречаются. Допустим, такая мнимая помощь со стороны тревоги. Когда я тревожусь об этом, либо когда я пытаюсь 100% все контролировать, мне кажется, что я смогу это избежать. Когда я тревожусь и думаю о работе, это помогает мне ничего не упустить. Либо когда я бесконечно наблюдаю за реакциями других людей, и это помогает мне чувствовать себя комфортно, если мы говорим о клиенте с социальными различными видами расстройств. Когда я себя ругаю или критикую, это мотивирует меня учиться и делать больше. Вот это, кстати, очень часто распространенная сейчас негатив, позитивный КАСС, когда, ну, буквально мне нужно себя мотивировать без конца. Мне нужно без конца себе ставить цели, их достигать. И мне кажется, что это мне помогает. Если я так не буду делать, то я буквально лягу на диван и больше делать ничего не буду. Здесь, как правило, можно использовать один вопрос. А ты себя по-другому мотивировать умеешь? Можешь ли ты себя по-другому, там, не заставлять, а побуждать что-то делать? Ну и, как правило, клиент говорит, что да, действительно я могу, и важно подобрать другой способ. Поэтому это тоже такое позитивное верование, за которым на самом деле скрывается КАСС. С одной стороны, это может казаться невероятно продуктивным и эффективным, но это мнимая продуктивность и эффективность. И опять же, тревога помогает мне все держать под контролем и избежать катастрофы. Ну то есть мне буквально нужно невероятно контролировать свое мышление и окружающую реальность, чтобы у меня была стопроцентная гарантия безопасности. И наша задача, и это будет как раз снова мы наткнемся на метакогнитивное убеждение, на убеждение о своих мыслях и о своем мышлении. Ну, кстати, помните, да, что там могут быть не только мысли, там могут быть внимание, обучение, там может быть память, ну то есть все высшие психические функции, которые принято обсуждать и принято изучать. О, немножко съехало. Ну, смысл такой. Здесь на самом деле есть стандартное АМС, то есть если мы имеем АБЦ в когнитивно-поведенческой терапии, то АМЦ мы имеем в МСТ. И М как раз это будет наши метакогнитивные мысли, наши метакогнитивные убеждения. Пример. Допустим, у нас есть вот такое событие. Клиент думает о том, что его игнорируют коллеги, да, там не общаются с ним, либо сводят общение к минимуму. У него может быть убеждение, я никому не нравлюсь. Результат уже, последствия, это может быть грусть, тревога, апатия, здесь могут быть отсутствие желания общаться, нежелание создавать какие-то новые социальные связи и так далее. В данном случае что будет являться буковкой М как раз? И буковкой М будет являться как раз бесконечные руминации, то есть повторяющиеся мысли, чтобы понять, почему именно я им не нравлюсь. Что, собственно, во мне не так, или что мне нужно в себе изменить для того, чтобы я им понравился, или для того, чтобы вообще нравиться. Ведь у меня есть убеждение, что я никому не нравлюсь. Если мы будем работать в рамках СБТ-терапии, то мы будем задавать вопрос по поводу доказательства этой мысли. Кому всем? Сколько у тебя коллег? Есть ли у тебя еще друзья? И так далее. Мы будем апеллировать к его реальному опыту и к реальности. Если мы будем работать в рамках МСТ-терапии, то наша задача будет уходить на эффективность и продуктивность использования руминации. Насколько тебе обдумывание и оценка собственных мыслей и внешних событий помогает избегать, даже не помогает не избегать, а помогает не встречаться со своей грустью и тревогой. Да, я могу понять, что на самом деле МСТ-терапия с первого взгляда может быть какой-то простой. Но потом, когда... Самая главная задача для терапевта – это выход на метакогнитивный уровень клиента, показать, как он может выйти в метапозицию. И дальше мы как раз и будем этим заниматься. Еще немножко теории саморегуляции. Как раз Мэтьюс и Вес об этом писал, что все расстройства... У всех расстройств есть определенные дисфункциональные паттерны мышления. Это определенная и ригидная самофокусировка внимания. То есть это внимание, которое не гибкое, это внимание, которое стабильное. Это внимание, где переключаемость, ну, одно из свойств внимания, буквально очень низкое. Стиль мышления в виде тревожных руминаций. Мы с вами это уже проходили, мы говорили об этом, когда человек бесконечно прокручивает тревожные события, тревожные мысли, образы у себя в голове. И фиксированная стратегия внимания, мониторинга опасности, когда человек бесконечно может мониторить и внешнюю реальность, и себя, для того, чтобы иметь стопроцентную гарантию, либо избежать угрозы какой-то опасности. И либо подавление мыслей о том, когда я стараюсь об этом не думать, я не хочу об этом думать, мне нужно перестать об этом думать, потому что для меня слишком это болезненно и так далее. Вот как раз это мы снова повторили, некоторый когнитивный синдром внимания, либо тот касс. Собственно, вот несколько составляющих этого касса, с которыми как раз и работает терапевт. В рамках М-Сити терапии терапевт как раз должен вычленить этот касс и работать именно с ним. Итак, процесс у терапии. Первоначально, что необходимо, кстати, у Эдрина терапия длится, первая встреча длится 90 минут, когда он собирает информацию о клиенте полную, максимум, который возможно. У него есть свои собственные опросники, либо те опросники, которые он использует. Есть книга Адриана, правда, на английском языке, терапия, М-Сити терапия, тревоги и депрессии. И там есть шкалирование, опросники, оценочные методики, которые позволяют понять мышление клиента. И, как правило, в рамках вот этой первой терапии создается как раз и концептуализация, и создается структура терапии, как будет терапевт двигаться постепенно. Происходит выявление касс, выявление как раз вот этих четырех, как минимум четырех, здесь самые основные, такие свойства когнитивного синдрома внимания. И что происходит дальше? Дальше происходит некоторая связь, объединение, соединение мыслей и эмоций, о том, как мы создаем этот процесс, о том, что человек это создает, о том, что мы сами создаем нашу реакцию посредством нашего мышления. Далее происходит выявление метакогницей, объяснение схемы АМС, и я добавила такой небольшой вопрос, что вы вообще думаете о своем мышлении? Он объединяет, в принципе, все те верхние составляющие и позволяет выявить у клиента как раз вот эти мысли о своих мыслях. Ну, это если совсем по-простому. Безусловно, мы не можем с вами очень глубоко останавливаться на каждой позиции. Мне важно дать вам такое небольшое знакомство, структуру, чтобы вы понимали, какие вообще есть составляющие управляющие в процессе терапии. Дальше мы идем уже как раз, если мы переходим к психотерапевтическим интервенциям, то наша задача в данном случае убрать КАС, в принципе, убрать этот синдром, чтобы его не было, потому что он не несет в себе, по сути, никаких положительных свойств. И заменение метакогнитивных убеждений по поводу своих мыслей, например, что мне обязательно нужно проверять каждую мысль на доказательность. Мы можем это встретить с клиентами, которые проходили CBT-терапию. Как это так? Я оставлю эту негативную мысль без внимания, говорят клиенты. Я так не могу. Мне вот приучили, мне нужно ее записать. Это первый мой дневничок. Во втором виде дневничка я ее обязательно опровергаю, и потом где-то на подкорке у меня там все записывается. И наша задача как раз изменить это отношение, изменить тип реагирования на эти мысли. И усиление метакогнитивной позиции. Ну, буквально, возможность человека смотреть на свое мышление со стороны и усилить эту способность, для того, чтобы он уже потом без терапевта, в случае каких-то стрессовых факторов, мог справиться самостоятельно путем тех техник, которые мы ему давали в процессе терапии и путем тех особенностей его мышления, которым мы его обучили. Когда, вот, собственно, мы переходим к формулировке AMC. Если мы говорим о CBT, то это ABC формулировка, да, и здесь мы говорим вместо A у нас также активирующее событие, M у нас метакогнитивные, метакогниции, и C – это наши последствия, это эмоции, это поведенческие, физиологические реакции. То, как правило, мы начинаем с C. Ну, помните, да, что так же, как в CBT, это не строго, в зависимости от запроса мы можем менять схему, но все-таки основные, основные составляющие остаются прежними. Опишите свою тревогу, свое настроение, как правило, с них проще всего начинать, потому что клиент или пациент с этим приходит, он готов об этом рассуждать, готов об этом говорить, собственно, он устал уже от этого. Когда последний раз вы это ощущали? В этом случае, кстати, Wells также берет свежие события в районе двух недель, он говорит. В принципе, вот за последние две недели что-то свеженькое, паническая атака, может быть, какая-то очень свежая. Поэтому, как правило, да, две недели. Но если нет свежего, то вот здесь очень важно, потому что сразу перейти на метакогниции, он в любом случае испытывает эти метакогниции, да, вот этот КАС, но сразу перейти без объяснения, ну, практически невозможно, он, клиент, просто не поймет. Дальше мы переходим к активирующему событию, событию, какая мысль, либо триггер запустил процесс тревоги. Ну, буквально, что происходило, да, до того, как тревога зародилась. Не все клиенты, я думаю, вы знаете, могут ответить сразу на этот вопрос. Кого-то нужно буквально вспомнить про это событие, поэтому мы и берем свежее, чтобы клиенту проще было вспоминать. Мы, безусловно, помогаем ему. Ну, наверное, вы испытывали радости, вы были очень рады, думали, как здорово, что сейчас вас накрыло панической атакой, или вы думали о том, что, ну, скорее бы я почувствовал тревогу и так далее. Дальше мы переходим к метакогнициям. Что происходит с твоим мышлением, с мыслями? Ну, буквально, ты тревожишься о проблемах, на что ты обращаешь внимание, какие есть достоинства и недостатки этого процесса, нравится ли вообще тебе этот процесс, чувствуешь ли ты от него результат, нравится ли тебе этот результат, и менял ли ты свое поведение, пробовал ли ты как-то по-другому, не знаю, пробовал ли ты не думать об этом, да, пробовал, мне это не помогает, или нет, я не пробовал, вот как-то у меня не получалось, не подумал об этом. И это такие основные вопросы в АМС, которые следует задавать для построения концептуализации. Опять же, это так же, как и в CBT, и в других видах терапии, это обязательный процесс, без которого сам процесс терапии практически невозможен. Ну и то же самое касается того же психотерапевтического контракта. Переходим к ключевым вопросам. я такой самый, ну, как мне показалось, самые ценные вопросы записала, которые бы помогали выявлять КАС, и помогали бы выявлять метакогниции, которые как раз будут мешать. Что происходит с твоим мышлением, когда ты так думаешь? Я начинаю застревать, говорит, я бесконечно об этом думаю, или что происходит с твоими мыслями, когда ты об этом думаешь? Я начинаю на них очень сильно обращать внимание и не могу думать ни о чем, кроме этого. Сколько времени ты проводишь в обдумывании этого? Это тоже очень важно. Ну, например, когда тебе нужно решить определенную задачу, когда тебе нужно решить определенную задачу, и на решение необходимо немного времени, но обдумываешь ты ее в районе месяца двух. Как ты себя при этом чувствуешь, что-то ощущаешь? Тебе будет легче, если ты будешь об этом думать меньше? Мы проверяем, насколько клиент, насколько у него позитивные, есть позитивные кассы и негативный касс, с какой стороны он больше склоняется и так далее. Можешь ли ты снизить эту активность? Ну, веришь ли то, что твои мысли ты можешь контролировать? Тратишь ли ты время на контроль своего процесса мышления, своих мыслей? Вот это тоже важно, потому что с одной стороны может показаться, что мы стараемся клиента научить контролировать этот поток, но это не совсем верно. Наоборот, он как раз приходит к нам с верованием, что этот поток нужно держать в очень жестких рамках, что его буквально нужно останавливать и не давать ему появляться этим негативным мыслям, потому что верование в мысли мы сейчас наблюдаем очень высокую, как в позитивные мысли, так и в негативные мысли. Но есть такое выражение «я это не только мои мысли», и об этом также важно помнить и обучать клиента. Можешь ли ты защититься или избавиться от своих мыслей? Кстати, да. Пробовал ли ты это делать? Да, я могу от них избавиться, когда я могу переключить свое внимание, но опять же, я могу избавиться только от некоторых мыслей, но у меня все равно что-то будет в голове, и так будет практически всегда. Вот этот очень важный вопрос, почему ты уверен, что тебе необходимо реагировать на свои мысли? Дальше, когда я вам расскажу о нескольких очень мне нравящихся метафор, которые используют в рамках МСТ-терапии, вы поймете, откуда этот вопрос. И следующий тоже, кстати, очень важный, кто определил, какие автоматические мысли являются продуктивными, а какие нет. Да, в рамках МСТ-терапии мы также используем понятие автоматические мысли, но в данном случае мы подчеркиваем скорость этих мыслей, мы подчеркиваем быструю смену этих мыслей, и мы подчеркиваем иллюзию контроля этих мыслей. И кто, собственно, определил, что какие-то определенные автоматические мысли являются продуктивными, а какие нет? Ведь даже если мы касаемся базовых убеждений, в определенных условиях когда-то давно эти базовые убеждения были нужны, негативные базовые убеждения. Поэтому наша задача здесь как раз вынести человека в мету пациента, клиента, как хотите, в определенную мету позицию, позволяя ему посмотреть со стороны как возникает и как создается его процесс мышления. Это КАС. Есть некоторые маркеры, я их так накидала, которые чаще всего встречаются, по которым можно понять, что вы как раз наткнулись на вот этот синдром когнитивного внимания. Я тревожусь, я застреваю, я не могу избавиться от этого, очень хочу, не могу перестать об этом думать. Это все будет являться некоторыми такими руминативными процессами, буквально человек будет в болоте, из которого невозможно выбраться. Более того, если мы будем говорить о доказательности этих мыслей, мы можем бесконечно их опровергать, но ведь они все равно будут возникать. И мы буквально вовлечем человека в следующий КАС. Ну, то есть он в следующий раз будет снова пытаться оценить, пытаться промониторить и проконтролировать процесс мышления. И здесь, кстати, очень важно путем терапии не создать еще один когнитивный синдром внимания клиенту. Это очень важно. Не могу перестать об этом думать. Думай об этом слишком много. А как ты оценил, что сейчас ты слишком много об этом думаешь, а вчера ты думал об этом слишком мало? Это меня выматывает процесс. Я от этого очень сильно устаю. Пытаюсь забыть об этом. Я просто не хочу ни о чем думать. Да, тоже не хочу ни о чем не думать. Думать это тоже будет являться некоторым маркером, по которому можно будет понять, что человек находится, имеет когнитивный синдром внимания. Лучше я умру, чем у меня будут в голове все эти мысли. Ну и так далее. Мои мысли могут нанести мне урон, мы уже повторялись. Но в рамках определенного расстройства мы имеем определенный набор мыслей, таких классических, и поэтому каждое расстройство рассматривается отдельно для выявления метакогниции и возникновения создания метапозиции для клиента. Как правило, даже не как правило, а в рамках MCT-терапии есть две техники таких самых важных. Это отстраненная осознанность, либо detach mindfulness, и второе это тренинг внимания. Вот сегодня я бы хотела больше поговорить по поводу осознанности, отстраненной осознанности. Я думаю, многие из вас знакомы... А выключите, пожалуйста, звук, микрофончик, вот у кого сейчас работает, будьте добры. Спасибо. Я думаю, вы знакомы с понятием mindfulness, и оно сейчас действительно очень популярно, но все-таки в рамках MCT-терапии mindfulness воспринимается не как привычная осознанность для нас, да, не как медитативная практика. Нет. По мнению Уэллса, это такое беспристрастное осмысление мыслей и внутренних явлений при отсутствии концептуального анализа и попыток управлять собственным реагированием. То есть это определенное состояние мышления и восприятие внутренних явлений без вариантов оценивания и реагирования. то есть когда у нас есть внутренние события, могут быть внутренние мысли, они могут быть позитивными, они могут быть негативными, но наша задача в данном случае не пытаться их контролировать и не пытаться внедряться в этот поток. Причем Уэллс очень четко отделяет mindfulness классические если мы говорим о АМБСР терапии от того, что предлагает он, что здесь нет никаких медитативных практик, нет никаких момента здесь и сейчас, нет фокусировки на теле, либо какой-то специфической осознанности мыслях и так далее, или там специфического осознанного внимания. Это исключительная техника, которая позволяет наблюдать за своим потоком мышления. Более того, я уже говорила, что домашних заданиях в рамках МСТ терапии как правило нет, поэтому, кстати, для меня это было удивление, я присела на семинаре, а что с домашними заданиями, на меня так удивленно посмотрели, сказали, какие домашние задания, нет, какие домашние задания, зачем они, у нас и так все здоровые, но наша все-таки задача посмотреть результативность этой терапии, я вижу, что она действительно работает. И вот это такой определенный тренинг. Идем дальше. В детач майндфулнессе либо просто в майндфулнессе осознанности, главное не путать здесь два понятия, но осознанности по Уэлсу, она состоит из следующих структур, это некоторая мета-осведомленность, вы это можете создавать в рамках мета-беседы, когда вы буквально рассказываете о собственных мыслях, о том, какова их структура, о том, как они могут влиять, о том, как мы можем влиять на наши процессы восприятия, внимания, мышления и памяти. Когнитивная децентрация, то есть осмысление некоторых мыслей, явление не есть факт. Ну, то есть это позволяет нам понять, что мысли, которые возникают у нас в голове, не всегда имеют определенную эмпирическую доказанность, либо наоборот опровергаемость. И произвольное внимание. Внимание очень подвижно и не центрировано на чем-либо. То есть нет цели фокусировать свое внимание, допустим, на определенные точки в теле, либо это может быть там как стандартно, если мы берем mindfulness, это бодискан, либо это определенная часть тела и так далее. Нет этого. Буквально внимание гуляет. Эта осознанность, она имеет определенный поток. Я бы, наверное, это сравнила с метафорой по поводу вот у Энди Падикомба, я думаю, слышали о если нет, то вот он очень доступно рассказывает по поводу mindfulness. Есть метафора по поводу автомагистрали. Ну, представьте, что вы там или ваш клиент, если вы ему это рассказываете, стоит перед автомагистралью, на нем огромный поток машин, и буквально задача, есть белые машины, которые позитивные мысли, есть черные машины, которые несут негативные мысли. Что вы будете делать? Как правило, чем вы занимаетесь, спрашиваете у клиента? Ну, я, как правило, пытаюсь установить негативные и зацепиться за позитивные. Ну, вы буквально вторгаетесь в эту автомагистраль. Что происходит, если человек выбегает на дорогу с большим потоком? Ну, как правило, происходит авария. Поэтому наша задача здесь перестать вторгаться в этот процесс, потому что как только вы в него вторгаетесь, вы нарушаете его буквально, и нарушаете его уже не раз. Мне, в принципе, эта метафора очень нравится. Она позволяет как раз понять сам процесс вот этого осознанности, особенной осознанности, давайте назовем это так. В рамках detached mindfulness как раз такого беспристрастного внимания есть несколько заданий. Задания свободных ассоциаций, метакогнитивная беседа, метафоры. Вот, кстати, у нас не так много времени остается. По поводу метафоры расскажу. Мне они очень нравятся, и они действительно позволяют очень быстро донести до клиента, что происходит в процессе вот этого когнитивного синдрома. Допустим, телефон. У всех есть телефоны, но всегда ли вы отвечаете на звонок? Нет, иногда я не отвечаю. Что происходит с телефоном, когда вы, со звонящим телефоном, когда вы не отвечаете на него? Да ничего не происходит, он просто постепенно перестает звонить, и все. То же самое с негативной мыслью. С чего вы взяли, что вы обязаны на нее отвечать раз, также с чего вы взяли, с чего вы обязаны отвечать на звонок. Абсолютно нет в этом стопроцентной гарантии эффективности. Следующая метафора по поводу рыболовного крючка, когда, ну буквально представьте, что вы рыбка, над вами много-много крючков, с чего вы взяли, что вам нужно прыгать на каждый из них. То же самое. И здесь важно также донести до клиента по поводу того, какой вклад сам он вносит в создание когнитивного синдрома. Ну и также по поводу капризного ребенка. Порой детям необходимо не успокоение или поддержка, а порой им достаточно просто, чтобы они выразили свои эмоции без каких-то определенных вмешательств. То же самое и в данном случае с безоценочным и беспристрастным выниманием здесь. Смотрите, как такое завершение. У нас нет цели избавиться от негативных мыслей в рамках МСТ-терапии. Они были, есть и будут негативные убеждения, и это более того нормально. Есть цель изменить реакции на мысли, ну то есть поменять способ реагирования человека на возникновение негативных мыслей, которые как раз и запускают руминативные процессы, запускают процессы фиксации на тревоге и другие поведенческие реакции, которые никак пациенту, клиенту не помогают в выходе из расстройства. И еще есть очень хорошее такое замечание, которое привел опять же Вэллс. Все мы знаем, что все люди смертны. Но в течение жизни нам нужно научиться буквально жить с этими мыслями, что все мы смертны. Здесь то же самое, научиться жить с негативными мыслями. Можно, как только мы задаем вопрос, в чем смысл жизни, у нас нет ответа, но у нас есть еще больше вопросов. То же самое и здесь, как только мы цепляемся за определенную негативную мысль и пытаемся ее развить, контролировать, избежать ее и так далее, то мы буквально попадаем вот в этот синдром внимания, который никак не помогает клиенту. Ну, основная информация я завершила, немножко вам показала, рассказала по поводу МСТ. Больше я буду рассказывать уже с клиентскими случаями, примерами в рамках так очень действительно грандиозного и знакового события в мире психологии и психотерапии. Я, кстати, была практически на всех съездах, первый раз такой огромный CBT-форум, я была на всех съездах ассоциации и каждый съезд оставил неизгладимое впечатление и от этого форума я жду, если честно, еще больше. Я думаю, что каждый из нас получит, я сама из Красноярска и от нас едет около восьми человек и мы очень готовимся к этому процессу. За лекцию как всегда блестящая, спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, Ань, вас увидеть на форуме, правда, это возможность пообщаться, возможность объединиться, возможность поделиться новыми исследованиями, новым опытом, в том числе различных видов терапии, поэтому если вы еще не в CBT-форуме, если вы еще не зарегистрированы, я все-таки призываю вас это сделать. Для меня, я, кстати, еду туда всей семьей, это прекрасная возможность побывать в Санкт-Петербурге, еще и пообщаться с такими действительно очень выдающимися коллегами. Ну и, конечно, после CBT-форума мы остаемся, большое спасибо, да, всем спасибо большое, мы остаемся на семинар Кейта Добсона, я еще не решила, поеду ли я в Москву, но в Санкт-Петербурге я точно буду, и также призываю вас быть там, потому что это очень знаковая фигура в исследовании депрессии, в терапии депрессии, и для меня это очень интересно, потому что моя кандидатская работа на тему как раз депрессии онкобольных пациентов, я работаю в онкоцентре в том числе, и как раз, ну, вот, по крайней мере, для меня это всегда будет куда применить. И у нас, ну, вот, собственно, 28-29 апреля семинар в Петербурге, и 4 мая семинар в Москве, буду очень рада всех видеть. Если у вас есть какие-то вопросы, почта есть моя на сайте, вы можете смело писать, с удовольствием на них отвечу, если, может быть, нужно будет какой-то материал с большим удовольствием попробую предоставить, насколько я владею информацией. Спасибо большое всем. Ой, карельское отделение, да, привет. Спасибо большое всем, что вы присутствовали, я надеюсь, что вы получили информацию новую для вас, я очень надеюсь, что вы сможете внедрять ее в свою практику, ведь очень важно, чтобы информация не оставалась лежать у нас на полках, информации сейчас более чем достаточно, чтобы она была применима, и начинайте уже прямо сейчас, прямо сразу, просто в Красноярске уже 11 часов вечера, я вот боюсь сразу начать, но завтра я продолжу свою МСТ-терапию, и надеюсь, что у вас получится. Встретимся на, уже в апреле, на CBT-форуме, и на обучение Кейта Добсона. Ну что, всем огромное спасибо, тогда завершаемся.